Здравствуйте! С полезными советами вновь Марина Рыкалина и Виталий Декабрёв. Сегодня в нашей программе мы посеем огурцы, урожай которых мы планируем получить на подоконнике. А ещё посеем герань. Это для того, чтобы уже получить пышное цветение во время высадки в начале мая. Присоединяйтесь, как всегда, будем работать вместе. Вновь у нас в гостях Иван Якшин. Напомню, увлечённый дачник, садовод, директор магазина. Здравствуйте, Иван. Добрый день. Чем сегодня займёмся? Ну, сегодня у нас зима, поэтому мы будем готовить сани к лету. И сегодня поговорим о огурцах. А в частности, о китайских огурцах. Чем они отличаются от обычных? Во-первых, это очень устойчивые сорта и гибриды. Они практически не повреждаются мучнистой росой, устойчивы к тле. Даже в самые неблагоприятные погодные условия они дают великолепный урожай. Эти огурцы можно и консервировать, хоть они и длинные, их можно порезать и в банке замариновать. И они, кстати, получаются такие хрустящие. Хрустящие, хорошие огурчики, да, очень устойчивы к неблагоприятным условиям, как я говорил. Мы с Мариной просто обожаем китайские огурцы. Действительно, их и в засолку используем. И, конечно, для еды они незаменимы. Кстати, вот из этих же огурчиков, из китайских, можно их выращивать и зимой. Вот, допустим, сорт «Изумрудный поток», его можно выращивать и зимой на подоконнике. Ну, сегодня я еще принес огурцы, которые непосредственно предназначены для выращивания в домашних условиях. Это городской огурчик, пупырчатый вот такой вот, относящийся к балконным сортам. И гладкие огурцы серии фруктовых – это «Балконное чудо» и «Оконно-балконные». Собственно, названия говорят сами за себя. Да, названия говорят сами за себя. Сладкие, вкусные огурчики. Иван, я вам сегодня предлагаю огурцы посеять, поскольку мы с Мариной каждый год сеем дома у себя огурчики и уже в феврале лакиваемся первыми зеленцами. Какой гибрид будем сеять? Давайте посеем вот такой сладенький огурчик «Оконно-балконный». Ну и, наверное, всё-таки нашим телезрителям будет интересно, какие же на сегодняшний день представлены китайские огурцы. Вот у вас огромный просто выбор. Китайских огурцов сейчас огромный выбор, да. Есть и портенокорпические, и пчелопыляемые гибриды, есть специальные гибриды, допустим, жароустойчивые или холодоустойчивые гибриды, болезни устойчивые гибриды. По срокам созревания они приблизительно одинаковые, они все раннеспелые огурчики. Где-то 50 дней в среднем нужно. Ну, где-то 45-50 дней они идут. И главное условие для того, чтобы получился хороший урожай огурцов в домашних условиях, это наличие агролампы. Обязательная подсветка, потому что зимой у нас освещения не хватает. И для огурцов желательно использовать специальные лампы со специальным спектром. Вот я сегодня принёс лампы. Это современные лампы, светодиодные лампы, которые потребляют очень мало электроэнергии и в то же время дают очень хороший результат. Вот насколько эта лампочка радиус освещения? Вот такая вот лампа на 3 квадратных метра где-то рассчитана. Вот такая вот лампочка на полквадратных метра. Вот такие лампы можно установить по бокам наших огурчиков с двух сторон. Тогда они будут чувствовать себя просто замечательно. Да, их можно, кстати, установить вертикально. Можно даже подвесить, да? Да, вертикально можете установить. И вот на всю длину вашей плети огурца она будет освещать. Приступаем к посадке. Нам понадобится хороший, качественный плодородный грунт. В этом сезоне начали пользоваться вот таким вот грунтом. Огурцы очень нам он понравился. Состоит он из компоста, который компостировали в течение целого года. А огурцы, кстати, очень любят компост. Они прожорливые. Здесь также есть биогумус целых 25%, что тоже огурчикам, безусловно, понравится. Плюс разрыхляющие компоненты. В общем, то, что нам нужно. И не рассчитывайте на богатый урожай, если будете огурцы сажать в торфяной грунт. Он малопитательный, быстро пересыхает. Огурцы очень любят питание, поэтому обязательно используем высокопитательный грунт для огурцов. И в течение роста огурцов надо будет еще удобрять. Огурчики будем сажать вот в такие стаканчики с выдвижным дном. Очень удобные. Здесь они у нас простоят, наверное, где-то недельки-две. А потом уже будем пересаживать на постоянное место. Возьмем большое кашпо. Там они будут у нас расти. Давайте заполняем грунтом. И хорошенечко утрамбовываем. Грунт уплотняем, чтобы был лучший контакт семечки с грунтом. Так, эти семена инкрустированные. Да вообще сейчас в основном продаются... Даже если семена у вас не зеленого цвета, да, если они не подкрашены, это не означает, что они не обработаны. Семена, как правило, сейчас все обработаны террамом. Посадим где-то по несколько зернышек. По два семечка, да? На всякий случай. А потом выберем, да, которые получше будут. Так, кладем очень аккуратно плашмя. Почему важно огурчики, вообще тыквенная культура, именно плашмя? Не вертикально, не как-нибудь еще. Ведь на прорастание растения тратят очень много энергии. И от этого тоже будет зависеть богатый урожай. Присыпаем на где-то приблизительно один сантиметр. Да, около сантиметра присыпаем. Сверху уплотняем опять же. Асфальт делать не нужно. Вот, просто чтобы плотный был в рамках. Вот и все. Остается нам только сделать полив. А полив-то у нас будет как раз и непростой. Давайте расскажем, какими препаратами мы будем сегодня пользоваться. Используем обязательно воду без хлора. Из-под крана желательно не поливать. Если у вас нет специальных фильтров или специальной воды, то применяем отстоянную воду. А все потому, что препараты у нас на основе бактерий. Это микробиологические препараты. Вот у меня флакончик с фосфорокалиемобилизирующими бактериями. А у меня с азотофиксирующими бактериями. Один колпачок. Вот на это количество воды. Здесь где-то полтора литра. Колпачок одного средства и колпачок другого средства. Азотофиксирующие бактерии у вас будут кормить ваши огурчики азотом. А азот жизненно необходим огурцам. То есть они будут усваивать азот из воздуха. Да, бактерии усваивают азот из воздуха. Живут в области встасовичьих волосков корня. И кормят этим азотом ваши огурцы. А фосфорагрегирующие бактерии, они очень хорошо способствуют росту корневой системы огурцов. А это тоже очень важно. В принципе, всё питание в почве у нас есть. Теперь задача бактерий – это питание просто отдать, забрать, вернее, сначала, а потом отдать нашим огурцам. Ну, давайте сделаем полив. Эти бактерии отлично размножаются. Главное – среда, чтобы было тепло и влажно. Остаётся только наши посевы отправить в самое тёплое место. Да, главное, чтобы корневая система огурцов была при температуре плюс 20-25 градусов, при более низкой температуре огурцы у вас будут болеть. Ну что ж, спасибо большое, Иван, что помогли сегодня поработать и привезли, как обычно, вот такие интересные сорта и гидрины. В магазине семена на садовой. Широкий спектр биологических препаратов для органического земледелия. И всё для сада и огорода. Удобрения «Азотовид» и «Фосфатовид» для экологически чистого земледелия. Возьмите минеральное питание у природы. Спрашивайте в магазинах вашего города. Препараты «Биокомплекс» можно заказать в интернет-магазине bio-defis-complex.rf Мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы займёмся посадкой герани. Если вы хотите, чтобы она зацвела в мае месяце, то сейчас самое время сажать её на рассаду. Посев мы будем производить, как уже привыкли это мы с Виталием делать каждый год. Считаем, это самый удобный способ. Вот такой парничок, в котором разложены торфотаблетки. Да, торфотаблетки, они стерильны, поэтому у вас не будет никаких заболеваний у рассады. Ну вот, Иван, вы знаете, давайте подстрахуемся. Я не верю, что будет всё стерильно, поэтому придётся всё-таки таблетки нам обеззаразить. Вот какой препарат можно использовать? Вот ваши бактерии подойдут? Бактерии мы применяем не для обеззараживания, а для профилактики заболеваний, потому что всё-таки бактерии могут попасть из воздуха в таблеточки, чтобы у вас рассада не заболела. И плюс вот эти бактерии, они также будут вас кормить рассаду в течение роста. Давайте сделаем рабочий раствор. Здесь идёт 10 мл на 10 литров, поэтому... Капельку. Да, немного применяем. Как в прошлой передаче, можете шприцом, можно и вручную. Размешиваем, заливаем таблетки, и они у нас должны набухнуть. Я думаю, для этого надо где-то минут 10 подождать. Иван, вы привезли с собой гибриды. Честно скажу, мне нравится вот то, что вы держите. Самый насыщенный яркий цвет, потому что у нас на даче белые кашпо, и я представляю, что у них будут вот такие яркие вишнёвые герани. Это современные американские гибриды серии «Орбит». Очень крупные соцветия, до 15 сантиметров. И самое интересное, что вот эти вот гибриды, они генетически низкорослые. Не более 30 сантиметров растёт кустик. Он очень компактный и хорошо набит цветами. А ещё из этой серии есть что-то? Из этой серии довольно много есть цветов. Современный цвет и яблоневый цвет. Действительно. Очень интересный такой, да, нежно-розовый цвет. И довольно известные популярные сорта, да, это мандарины бланка. Бланка. Ну вот белые с бордовым тоже будут растения в одном кашпо, прекрасно сочетаться. Вот, Иван, смотрите, таблеточки разные. И я материал всегда стараюсь убрать, и потом грунт немного утрамбовать. Грунт мы всегда немножко утрамбовываем, потому что семечкам нужно хороший контакт с землёй иметь. Если у нас грунт не будет утрамбован, то, соответственно, семечка может не прорасти. То есть мы сейчас наведём вот такой небольшой порядок. Я сразу подпишу название гибрида. Семечки здесь довольно крупные, поэтому проблем с посадочкой не возникнет. На вес золота. Всего пять штук в пакете. Ну да. Кладём. Аккуратненько, да, кладём. И теперь семечка просто вдавливаем. Не хороните семечки. Семечки должны быть практически на поверхности. Так они быстрее наклюнутся. Вот и посадили мы пеларгонию или комнатную герань. Теперь надо найти место тёплое и чтобы не было сквозняков. Рассада не любит сквозняков. Мы накрываем парник крышкой и содержим в светлом помещении. То есть на свету. Обязательно светлое место, чтобы она лучше, во-первых, прорастает на свету, а во-вторых, семечкам нужно будет хорошее освещение. Когда появятся всходы? При благоприятных условиях, где-то через 10-14 дней у нас уже будут первые всходы. Не забудьте приобрести агролампу, потому что после появления первых петелек на поверхности таблетки первые несколько дней герань нужно досвечивать круглосуточно, а затем до 12-14 часов в сутки. Магазин «Дачные сезоны» предлагает большой выбор семян лучших сортов и гибридов, а также натуральные удобрения, средства защиты от болезней и вредителей для экологически чистого земледелия. Качественный биогумус от ИПЭТ Каченко. Появилась новинка – жидкий биогумус. Спрашивайте в магазинах города. Марин, пожалуй, нет такого дачника, который не хотел бы получить королевский урожай. Но чтобы это сделать, нужно правильно выбрать семена. И этим самым мы как раз начинаем заниматься в начале декабря. Первый перчик, который мы хотим представить на ваш суд, называется «Артур». Этот перец хорош тем, что он поздний. То есть, когда практически весь урожай собран, именно вот этот перец идет на переработку. Он предназначен для цельноплодного консервирования. Несмотря на то, что плоды у него маленькие, стенки очень толстые, и перец увесистый – аж 150 грамм. И еще лечь из него. Получается самое вкусное. Вот в этом сегменте таких некрупных перчиков именно перец «Артур» занимает лидирующее место. Да, обязательно попробуйте хотя бы одно растение посадить на своем участке. Красные перцы, как известно, самые сладкие. Рекомендуем посадить вам перец «Коррида». Раннеспелый сорт, высота 110-120 сантиметров. Плоды некрупные, но это даже скорее плюс этого перца, поскольку он отлично подойдет для фаршировки. Этот сорт отличается отличной транспортабельностью и лёжкостью. Следующий перчик, который мы посадим в этом году на своем участке, называется «Мегафон жёлтый». Масса этих плодов достигает 250 грамм. Представляешь, как здорово! И этот перец, что мне особо нравится, он очень-очень ранний. То есть его мы будем выращивать, скорее всего, для салатов. Ну, давай перейдём к томатам. У меня в руках томат «Будёновец». Это гибрид, крупноплодный гибрид. Высота растения где-то 130 сантиметров. Томат отлично подойдёт для наших грядок. Мы выращиваем томаты как в теплице, так и в открытом грунте. Потому что не угадаешь, где, в какой сезон мы получим наиболее хороший урожай. Следующий томат, который мы рекомендуем вам попробовать в следующем сезоне, называется «Василич». Это гибрид. Его главная особенность в том, что этот гибрид очень мало подвержен различным заболеваниям и растрескиванию. Поэтому можно посадить его в теплицу и снять самый ранний урожай. Это кистевой томат. В кисти находится 6-8 плодов. Они не крупные. То есть 120-130 грамм. То есть отлично подойдёт и для салатов, и для консервирования. Ну вот уж гибрид «Петрович» точно мы будем использовать с тобой для салатов. Это относительно новый гибрид. Вот, кстати, у меня такое впечатление. Видишь, у тебя Васильич, у меня Петрович. Селекционеры начали выпускать гибриды для всех людей, какое бы у тебя отчество ни было. И самое главное, что понятно, что гибриды эти наши, отечественные. А значит, они не содержат ГМО. Ну вот Васильевич точно мой гибрид. Твой гибрид. Да, я Виталий Васильевич. Так, но вернёмся к нашему Петровичу. Это очень крупный томат. Где-то приблизительно до 300 грамм у него плоды. Вкусовые качества, как обещают нам производители, отличные. Это индотерминатный гибрид, поэтому выращивать его будем исключительно в теплице. Мы доверяем исключительно профессионалам и покупаем семена только в проверенных магазинах. Выбирайте эксклюзивные сорта и получайте на своём участке королевский урожай. Попробуйте эксклюзивные сорта овощей от компании Евросемена, среди которых много новинок. Эти семена высокого качества с отличной всхожестью, разработаны специально для личного хозяйства. Спрашивайте Евросемена в магазинах Вашего города. А сейчас мы предлагаем вам ненадолго отправиться в лето. На дачу к Александру Леонидовичу Самсонову. Давайте вспоминаем все вместе, какие результаты в этом сезоне он получал. Сегодня мы будем говорить о гигантских перцах. Но начну я с гигантского огурца. Он называется самки. Плеть хорошая, но холодно. Осень наступает. Чем он отличается от многих огурцов? Он хрустящий, с тонкой кожицей. И сейчас пока ещё растёт в открытом грунте. А сейчас пойдём и будем говорить о перцах крупных. Это перец магна. Он самый вкусный, потому что оранжевого цвета. А какой самый гигантский перец. Это джемини. Один, смотрите, перчик какой, да? Вот. Второй. Вот. Смотрите, какие. Это техническая спелость. Вот он переходит на жёлтое. А вот этот уже полностью поспел. Вот. Рубинный перец. Он длинный, специально разработан для барбекю. Но он вкусный и в обычном виде. А сейчас я вам расскажу о двух новинках, которые я впервые в этом году испытываю. Перец называется Помпео. Видите, какой он с этой стороны. Видите, какой он крупный. Это конкурент Клаудио в открытом грунте. А сейчас я покажу ещё один конкурент перцу Клаудио. Это перец Торквинио. Смотрите, какая ножка хорошая. Смотрите, длинная. Вот чем он отличается. Он будет вот такого цвета. Но он тяжёлый. А в открытом грунте он будет ещё тяжелее. Сейчас я вам сорву перец. Называется Арнелла. Вот, кстати говоря, растёт Арнелла более крупным. Именно в открытом грунте. Лампа перец, который я увидел на Сицилии, в Голландии. Вот. Я здесь выращиваюсь. Вот, смотрите. Просто гиганты. Я думаю, неплохой ужин будет сегодня у нас. Желаю вам богатого и надёжного урожая. Семка Самара приглашает фирменные магазины с задачными товарами. Семена, грунты и удобрения. Оптовая торговля 9500 900. На сегодня это всё. Как всегда, вместе с вами работали Марина Рыкалина и Виталий Декабрёв. Подробности нашей работы вы можете узнать на нашей страничке ВКонтакте, в группе, которая называется, как и наша программа, «Дачные сезоны». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»